Всем привет дамы и господа, с вами Сайлент Тип и в этом видео я расскажу вам про такой новый продукт от корпорации Тримбл как скетчап шоп. Ссылку на этот новый скетчап вы можете найти в описании под видео. Я только вчера узнал о его существовании, об этом мне написал один из моих зрителей Копа Мартирасьян. Если описать этот продукт в двух словах, то это платный скетчап фри, тот самый онлайн скетчап работающий в окне браузера, про который я вам рассказывал ранее. Онлайн скетчап изначально был сильно урезан в функционале и просить за него деньги было как-то не совсем правильно. После того как разработчики к моему глубокому сожалению похоронили бесплатный скетчап мейк для компьютера. В линейке продуктов образовалась брешь, снизу находился бесплатный скетчап фри, никак кроме как младшим братом дурачком скетчапа я его назвать не могу, он почти ничего не умел делать. А сверху в линейке продуктов находился скетчап про, максимально навороченный платный скетчап со всеми возможными плюшками. Между этими двумя продуктами была огромная пропасть, не нужно быть гением аналитики, чтобы заметить это. И вот разработчики заметив такой огромный перепад, решили по-быстрому заполнить образовавшуюся пропасть промежуточным звеном. Скетчап мейк они похоронили в начале 2018 года, а на момент записи видео в календаре значится 4 месяц 2018 года. То есть с момента похорон скетчап мейк и до момента запуска нового продукта прошло всего 4 месяца. Этим новым продуктом стал платный скетчап шоп. Так, стоп. Получается, что на замену бесплатного скетчап мейк становится платный скетчап шоп? Что-то мне подсказывает, где-то нас сводят за нос. Нужно больше золота. Так что же представляет из себя этот скетчап шоп? Это доведенная до ума версия скетчап фри. Точно такое же онлайн приложение, как и скетчап фри, с точно таким же интерфейсом. Но кое-где в этом онлайн приложении вы сможете найти дополнительные кнопки и пункты меню. Вообще говоря, до конца развернуто, такие новые пункты вы сможете найти и в бесплатном скетчап фри, но там они со значком замка. То есть они как бы есть, но пользоваться ими нельзя до тех пор, пока вы не оплатите подписку на скетчап шоп. Давайте теперь поподробнее посмотрим, чем же отличается обновленная линейка скетчап, состоящая из трех продуктов. Скетчап фри, скетчап шоп и скетчап про. Скетчап фри – младший брат из этой линейки. Он бесплатен и предназначен для простого 3D моделирования. В его пакет входит 10 гигабайт облачного хранилища Trimble Connect. До пяти человек, работающих над одним проектом. Пометка – работающих, разумеется, не одновременно. В онлайн-версии скетчап пока нет такой возможности работать над одним проектом одновременно. Ключевое слово – пока. Разумеется, поглядывая на какой-нибудь Google Docs, у разработчиков, как и у меня, возникает шальная мысль. А почему бы не сделать в скетчап совместную работу над одним проектом, как это реализовано в том же Google Docs? Ладно, я размечтался. Это если и будет, то не скоро. Вернусь к функционалу скетчап фри. Помимо всего ранее перечисленного, он также имеет возможность импортировать 3D-модели из пользовательской библиотеки 3D Warehouse. Подробнее про скетчап фри я рассказывал ранее. Если вы не смотрели этот ролик, то ссылка на него есть в конце данного видео. Единственная неточность в том ролике – это то, что я постоянно делал акцент на неспособности скетчап фри импортировать JPEG и PNG картинки с компьютера. Оказывается, он это может, я просто не заметил нужной кнопки в новом интерфейсе. Ну и чтобы полностью не пересказывать тот мой ролик, вкратце расскажу о том, чего скетчап фри не умеет и чего мне сильно не хватает. Это то, что нет режима совмещения с фотографией, нет экспорта видеоанимации, нет инструмента sandbox для работы с плавными перепадами ландшафта. Создавать 3D текст можно только с использованием 5 встроенных шрифтов, в то время как в ПК-версии доступны все шрифты, установленные в систему. Ну и главный минус – онлайн скетчап – это то, что в него нельзя устанавливать плагины. Далее переходим к гвоздю программы. Новичку – скетчап-шоп. Давайте рассмотрим его поподробнее. Подписка на него стоит 119 долларов в год. Он все также работает в окне браузера. В его пакет входит импорт и экспорт CAD файлов, импорт и экспорт векторных изображений, экспорт растровых изображений. И если кому интересны конкретные типы форматов, то речь идет о импорте png, jpeg, 3DS, DAE, DEM, DWG, DXF, KMZ, OBJ, VRML, XSI, PNG и STL. Также в пакет скетчап-шоп входит настройка материалов. Это, я так понимаю, корректировка прозрачности, яркости и оттенка материала. Присутствует в пакете и удаление водяного знака скетчап. Безграничное облачное хранилище Trimble Connect. Неограниченное число человек, работающих над одним проектом. Профессиональная служба поддержки, организация файлов, ну и полный комплект инструментов для работы со сплошными, такой же, как и в скетчап-про. По-прежнему этой онлайн версии не хватает режима совмещения с фотографией. Нет экспорта видеоанимации. Нет инструмента сэндбокс для работы с плавными перепадами ландшафта. Создавать 3D текст можно только с использованием пяти встроенных шрифтов, в то время как в ПК-версии доступны все шрифты, установленные в систему. Ну и главный минус онлайн скетчап-шоп это то, что в него нельзя устанавливать плагины. Все это, к слову, умел похороненный скетчап-мейк. Не находите, что странная штука получается? Бесплатный скетчап-мейк это умел, а новый платный скетчап-шоп это делать не умеет. У меня до сих пор в голове не укладывается тот факт, что скетчап-мейк больше выпускать не будут. И любая его замена мне кажется изначально неполноценной. Ну да не буду отвлекаться. Переходим к последней, самой дорогой и самой навороченной версии скетчап-про. Ценник на нее в 6 раз больше, чем на скетчап-шоп. Это целых 695 долларов. Предназначена эта версия для профессиональной работы. Программа устанавливается к вам на компьютер. А это значит, что вы можете навешивать на нее разнообразные плагины, такие как FredoScale, RoundCorner, V-Ray, Sub-D, Unwrap Unflattened Faces, Solid Inspector и многие-многие другие, без которых работа в скетчап, мягко говоря, неудобна. Это если что сейчас был камень в сторону огорода двух онлайн-версий скетчап, упомянутых ранее. В пакет скетчап-про входит программа Layout для 2D-чертежей и программа Style Builder для создания уникальных скетчап-стилей. Присутствует в функционале скетчап-про импорт-экспорт кат-файлов, импорт-экспорт векторных изображений. Ну и лицензия, которая стоит 695 долларов, никогда не закончится. Еще хотел бы отметить то, что тут в списке не упомянули. Скетчап-про имеет в своем арсенале режим совмещения с фотографией. Есть экспорт видеоанимации, есть инструменты сэндбокс для работы с плавными перепадами ландшафта. Ну и то, что создавать 3D-текст можно с использованием всех шрифтов, установленных в систему. Вот так вот выглядит обновленная линейка скетчап. Бесплатный продукт, тут только урезанный скетчап-фри. Разработчики подвели нас к такому выбору. Либо плати, либо страдай. Конечно, есть и третий вариант, это установить себе бесплатный скетчап-мейк 2017. Как это сделал я. Он мало чем уступает про-версии скетчап, а стоит 0 долларов. На этом мой рассказ заканчивается. А что думаете вы по поводу новичка скетчап-шоп? Готовы ли вы арендовать его годовую подписку за 119 долларов? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был вам интересен или же не интересен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео, зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно кликнув по моему нику SilentTipDesign под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Ну и я хотел бы отдельно поблагодарить тех людей, которые перевели мне деньги за последние 12 дней. Это 50 рубликов 7 апреля с Яндекс кошелька от неизвестного человека. Далее 10 апреля я получил аж 500 рублей со Сбербанка от неизвестного человека. И потом 16 апреля еще 500 рублей снова со Сбербанка и снова от неизвестного человека. Хотел бы поблагодарить этих безымянных меценатов. К сожалению, не знаю ваших имен и в почетную таблицу добавил вас также без имен. Ну а что касается остальных зрителей, если вы тоже желаете поддержать меня материально и имеете такую возможность, то можете это сделать. Реквизиты кошельков перечислены в описании под видео. Вы можете этого и не делать. Это добровольные пожертвования. Справа вы можете видеть список тех, кто уже поддержал меня материально. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте и ВОДНОКЛАССНИКА, где я выкладываю все новые видеоролики, различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои ролики по программе Скетчап, которые уже вышли на канале. Например, упомянутое ранее видео про Скетчап Фри в окне браузера. Или видео обзор нововведений в Скетчап Про 2018. С вами был SilentTip. Всем удачи!